Лишний вес ему ни к чему. Чем тяжелее велосипед, тем труднее на нем разгоняться и ехать в гору. Поэтому стальной конь весом от 20 килограммов и выше для новичка не лучший вариант. Другое дело легкие рамы из алюминия. По прочности они не уступают стальным, ведь сейчас их делают с добавлением цинка, магния и кремния. Продавец предлагает вам приобрести сверхлегкую карбоновую модель. Будьте осторожны, не попадитесь на удочку мошенников. Если вам вдруг предлагают прогулочный велосипед с карбоновой рамой, то имейте в виду, что его стоимость должна быть не меньше, чем десяток тысяч долларов. Если такого ценника вы не увидели, то, скорее всего, никакого карбона в этой раме нет. Переходим к колесам. Их диаметр должен быть 24 дюйма, не меньше. Иначе крутить педали придется слишком часто. Что касается покрышек, тут все просто. Чем хуже дорога, тем более рельефным должен быть протектор. Теперь проведите нехитрый тест. Приподнимите велосипед, прокрутите колесо и прислушайтесь. Если посторонние шумы присутствуют, то, скорее всего, сборка некачественная и есть какой-то дефект в подшипниках или еще в чем-то. Особое внимание на тормоза. Они бывают ободные и дисковые. Первые проще и дешевле. Однако любая деформация обода, и они могут выйти из строя. Более дорогие тормоза дисковые имеют сложное устройство и дают стопроцентную гарантию своей работоспособности. И напоследок амортизаторы. В прогулочных велосипедах их может не быть совсем. Но если вы не любите жесткую езду, выбирайте модели с двумя амортизаторами. Спереди и сзади. Прогулка с ветерком и комфортом вам будет обеспечена. Продолжение следует...